Бойцы и ветераны 33-й бригады оперативного назначения внутренних войск МВД отметили 85-летие со дня образования своего подразделения. Это одна из тех военных частей, которые на протяжении всей своей истории непрерывно выполняют боевые задачи. География обширна. Великую Отечественную защищали блокадный Ленинград. Перед развалом СССР побывали во всех горячих точках юга страны. Свежи воспоминания о ветеранов и о войне в Чечне. Не успевали, понимаете, готовить людей. Поэтому, может, какие-то промахи были небольшие. Но я вам скажу, что в 96-м году бригада по ведению боевых действий заняла первое место в Российской Федерации. Я, будучи замкомандир бригады, отвечаю за эти слова. Участники событий 96-го года в Чечне разведчик Андрей Котов и инженер Юрий Щербак и после отставки видятся часто. В фотоальбоме Андрея каждая карточка имеет историю. Вот, например, памятный снимок после того, как разведподразделение 33-й бригады предотвратило нападение на колонну российской армии. Вот здесь бой уже затух. И вот бетер, кстати, наш, в нашей части догорает. Здесь вот запечатлен эпизод реального боя. Вот они вышли. Мы, кстати, здесь разведрота и подразделение потеряло ни одного человека, а боевики потеряли около 10 человек. Было захвачено очень много оружия. Вот фотография. Реально я очень дорожу ей. Зеленый берет разведчика Андрей Котов заслужил во время боевых командировок в Чечню. Чтобы объяснить, как знаменитые головные уборы достаются в мирное время, ветеран внутренних войск показывает короткое видео. Из всех допущенных это испытание проходит максимум 10%. Сдающий должен испытывать, как бы, ну, давление, определенное давление. Он должен выдержать его. Получает лучше из лучших. Свою службу Андрей Котов начал в должности командира взвода. А через 8 лет покинул легендарную бригаду старшим помощником начальника штаба по разведке. Очертить круг задач, стоящих перед его сослуживцами, отставной майор затрудняется. Всегда в командировках. Не только боевых действий. Вот когда были события, вот землетрясения на Кавказе, да. Часть тоже там была, обеспечивала порядок, помогала мирным людям. Это дорогого стоит. Когда находишься на переднем крае, когда боль людская, она проходит через тебя. Торжество в расположении 33-й оперативной бригады в поселке Лебяжье завершилось осмотром вооружения. Бойцы теперь уже федеральной службы войск Нацгвардии России демонстрируют новую технику и оружие. О задачах, которые им придется выполнять, пока точно никто не знает. Предположительно, их главным приоритетом станет борьба с терроризмом. Александр Иванов, Анатолий Толошкевич, Константин Веревкин. Последнее известие. Поселок Лебяжье.